Дорогие читатели, сегодня я хочу рассказать вам о лучших напитках и закусках, которые я пробовал за последнее время. Как известно, я являюсь ценителем хорошей еды и напитков, и всегда готов поделиться своими впечатлениями с вами. Начнем с напитков. В последнее время я открыл для себя настоящее удовольствие в питье хороших вин. Мой выбор пал на белые вина из Франции и Италии, такие как Шабли и Пина Гриджио. Они обладают изысканным вкусом и ароматом, и идеально подходят для ужина в кругу друзей. Кроме того, я также нашел новую любовь в крафтовом пиве. Я обожаю экспериментировать со вкусами и оттенками, поэтому каждый раз, когда я попадаю в новый город или страну, я стараюсь попробовать местное крафтовое пиво. Интересно, что сейчас многие рестораны начали предлагать различные варианты пива на кранах, что дает возможность гостям попробовать множество разных сортов. Теперь о закусках. Я всегда убеждал своих друзей в том, что лучший способ насладиться вкусом напитка – это сочетать его с правильной закуской. Недавно я открыл для себя новый способ приготовления брускетты, который просто взорвал мой вкусовой рецептор. Вместо традиционного хлеба я использую тостовый хлеб, а затем добавляю на него тонкие ломтики прошутто и моцареллу, поджаренные до золотистой корочки. Эта закуска идеально подходит для вина или крафтового пива. Кроме того, я также предпочитаю сочетать вино с сыром и фруктами. Я обычно выбираю нежные сорта сыра, такие как бри или камамбер, и сочетаю их с красными или белыми винами. В качестве фруктов я предпочитаю ягоды, такие как клубника или малина, которые придают вкусу еще больше свежести. Я думаю, что важно уметь не только наслаждаться крепким напитком, но и правильно его подавать. Например, к чему бы лучше подойдет виски, к сигарам или к сыру. На мой взгляд, виски лучше подавать сыром, особенно если это выдержанный сыр, который имеет глубокий и насыщенный вкус. Сигары, конечно, тоже могут быть хорошим выбором, но на мой взгляд, они сильно перебивают вкус напитка. Если же говорить о коктейлях, то я предпочитаю классические варианты, такие как мартини или дайкири. Они не только отлично сбалансированы по вкусу, но и очень элегантно выглядят в стакане. Но самое главное, помните о мере. Как говорится, все хорошо в меру, и это относится и к алкоголю. Наслаждайтесь напитками, но не забывайте о том, что они могут быть опасны для здоровья, если употребляются в больших количествах.